Здравствуйте! Кабачки вкусные, полезные, очень диетические. В кабачках очень мало калорий, а они очень вкусные. И кабачки многие выращивают у себя на участке. Но посмотришь, а вот зависть взяла, и кончик у нее начинает гнить. Из-за чего это происходит? Прежде чем продолжить смотреть видео, подпишитесь на наш канал. И не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Приятного просмотра! Из-за чего это происходит? Причин может быть несколько. Первая причина – это прохладная и дождливая погода. Кабачок – растение южное. Кабачку нужно много тепла и солнца. И когда начинаются дожди, вымывается, во-первых, очень много питательных веществ. Растение снижается иммунитет, и оно не может прокормить большое количество завязей. И оно часть завязи сбрасывает. Но здесь ничего не поделать. Нужно мириться с погодой. Над кабачками можно сделать навес, если это возможно, и ограничить просто поступление осадков на грядку с кабачками. Вторая причина – мало насекомых опылителей. И это опять-таки бывает в ненастную погоду. Кабачок – растение двудомное. У кабачка есть мужские и женские цветки. И вот здесь вот видно, как их отличить. Вот женский цветок. У него есть рыльцы, у него нет тычинок. И у женского кабачка основание вот такое вот толстое. Вот как будто здесь вот уже есть маленький кабачок. А мужской цветок, вот он рядом, на длинном стебле. И у него никакого рыльца нету. А здесь есть пыльца. Вот у него тычинки. И вот пыльца с мужского растения должна попасть на рыльце женского растения. И должна там прорасти. Обычно опыление происходит при помощи пчел. Они обследуют, что мужской цветок, что женский цветок. В ненастную погоду пчел мало. И опыление не происходит. И вот такой неопылившийся зависть отторгается растением. Помочь опылиться кабачку мы можем сами. Мы отрываем мужской цветок. И вот так вот его прислоняем к женскому. То есть мы пыльцу, даже можно и вот так вот его оборвать, мы пыльцу наносим на рыльце женского цветка. Вот таким образом произошло пыление. И очень много вероятности, что вот из этой завязи вырастет полноценный кабачок. Мужских цветков обычно на растении больше. Не обрывайте их, потому что чем больше мужских цветков, тем больше вероятность опыления женских цветков. Есть еще одна причина, недостатка микроэлементов. Кабачки очень любят бор. И если бора мало, то будет мало завязей. Вот такие завязи будут подгнивать, растение будет их отторгать. Для того, чтобы завязей было больше, я свои кабачки подкармливала до цветения удобрением, в котором содержался микроэлемент бор, если вы этого не сделали. Или, допустим, вы редко подкармливали. Возьмите борную кислоту, 2 грамма на 10 литров, и опрысните кабачки. Не поливайте, а просто опрысните их, и вы сразу увидите, как плодоношение улучшится. И еще одна причина, почему не плодоносят кабачки. К кабачкам нужно много солнца. И если посадки загущены, то растения получают солнце меньше из-за того, что листья, а листья у кабачка вот такие вот огромные, они просто затеняют растение, затеняют образовавшуюся завязь, и она подгнивает и не развивается. Что мы делаем при густых посадках? Вот эти вот листья, вот у меня этот лист, он затеняет вон тот кабачок, мы их просто отрезаем. И вообще нижние листья, они уже, вот смотрите, уже отжили свое. Нижние листья нужно также регулярно подрезать. И вы увидите, что у вас будет хороший урожай качественных кабачков. Кабачки обычно не выращивают до огромных размеров. Когда кабачок вырастает, ну вот советую 20 сантиметров, но 20 сантиметров мало, 30-35, и его убирают. Чем чаще вы будете убирать кабачки, тем больше будет завязи. Потому что растение живет для того, чтобы дать семена. И вот если у вас уже сформировался плод, и начали там вызревать семена, все, растение перестает плодоносить, оно отдает все силы для того, чтобы семена вызрели. А если вы постоянно плоды убираете, то у растения нету плода с семенами, оно будет продолжать свисти, будет продолжать давать плоды до тех пор, пока не завяжутся, не вызреваются семена. Выращивайте обязательно кабачки, не жалейте для них места, а места для них нужно довольно-таки много, потому что листья крупные. Вот это вот белые, это не налет, это сортовые особенности кабачка. У меня вот этот сорт Искандер, он вот с такими белыми пятнами, это очень хорошо. Это говорит о том, что растению достаточно солнца. Надеюсь, мои советы помогут вам справиться с проблемами кабачка и полакомиться. Ну, практически все лето до осени кабачки будут плодоносить. Ну, а у меня на сегодня все. Садовый декор для загородных участков на hitsad.ru Друзья, подписывайтесь на Hitsad TV на YouTube, канал для дачника и садовода.